Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Кутия. На текущие сутки в стационарные медицинские учреждения Республики госпитализировано 54 человека с диагнозом коронавирусная инфекция, что в два раза меньше, чем было госпитализировано в субботу. От общего количества выявленных случаев это составляет 1,4%. За сутки выявлено 3802 случая. Необходимо обратить внимание на достаточно стойкую тенденцию развития заболевания на территории города Якутска и тенденцию увеличения количества заболевших на территории улусов нашей республики. Все медицинские организации работают в режиме повышенной готовности совместно с управлением Роспотребнадзора, оперативными штабами на местах, соответственно, осуществляется оказание всей необходимой помощи. Республика сохраняет высокий уровень тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции, что и позволяет достаточно рано выявлять заболевание и, соответственно, начинать его лечение. На настоящий момент на 7 февраля 2022 года лечения в стационарах республики получают 9,6%, больных в амбулаторных условиях – 94%. По данным управления Роспотребнадзора Республики Сахая-Кутя, озвученных на оперативном суженном оперативном штабе у главы республики сегодня, 12% из заболевших имели вакцинацию, срок ревакцинации которых, которые не вошли в процесс защиты, не достигая срока ревакцинации. За сутки у нас выздоровело 3210 человек, ну и, соответственно, на 200 человек выздоровело больше в субботу. То есть, таким образом, в целом, за выходные в республике выписано практически 7000 человек с диагнозом выздоровления. Обращу внимание, что, несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции очень большая, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Как известно, 4 февраля 2022 года Министерством здравоохранения России внесены изменения, в соответствии с которыми на настоящий момент в некоторых моментах меняются, в том числе, методы лечения новой коронавирусной инфекции. Помимо уже известных нам способов лечения, таких как вызов врача на дом, приход в амбулаторные центры, либо приход в свою поликлинику, допускается также лечение с открытием больничного листа через дистанционные консультирования с врачом. Соответствующие установки даны поликлиникам в республике, кроме того, в целях того, чтобы непосредственно нам разрешить ситуацию с доступностью о квалифицированной медицинской помощи для районов республики в большем количестве, чем оно было на тех ранних стадиях, принято решение со вчерашнего дня. Работает Центр аудиоконсультаций, в которых могут обратиться любой гражданин республики, у которого есть симптомы СОРВИ, и уже непосредственно получить соответствующую консультацию. Необходимо обратить внимание, что принятие решений о переводе детей с дистанционного научного образования будет приниматься в соответствии с новыми правилами, установленными Роспотребнадзором. На настоящий момент дистанционное образование на территории города Якутска, а также ряда районов, продлено до 15 февраля. Соответствующее решение по переводу научного обучения будет приниматься в случае тогда, когда количество заболевших детей в классе или в группе находится больше 20%, то есть по правилам ОРВИ. В связи с чем необходимо обратить внимание на то, что непосредственно такие правила существуют, и они будут касаться уже новых карантинов и новых установленных переводов на дистанционное обучение. Кроме того, необходимо обратить внимание, что, соответственно, с новым постановлением главного санитарного врача Российской Федерации выписка больного может осуществляться, если заболевание происходило в легкой форме, значит, без сдачи при отсутствии симптома заболевания, без сдачи контрольного анализа на новую коронавирусную инфекцию. Продолжение следует...